А вы первое расскажите несколько слов о выставках. Да, дорогие мои, таких выставок, как было много, и такой выставки не было никогда. Почему не было никогда? Потому что материалы для этой выставки, можно сказать, искались, доставались, вычислялись по всему миру. В разных музеях, в частных коллекциях, где только не доставали эти материалы. Это первое. И второе, это сама концепция выставки. И об этом я буду говорить на открытии. Три миллиона на бывшей территории Советского Союза. Три миллиона. Как это понять? Как это увидеть? Как это вобрать в свое воображение? Невозможно. Поэтому мы хотели сделать выставку через одного человека. Одну жертву. Одного спасенного. Одного сопределяющегося. Одного бойца. Одного врача, который спасал. Даму и одного палача. Да, их было много. Их было немало. Но мы показывали через одного. Потому что тогда ученики, ради которых сделала для нашего молодого поколения эта выставка, ученики поймут, что это про тебя, что это про твоего соседа, что это про твоего друга, что это может быть, и эта особенность, и третья ее особенность, она, это ужас, это кошмар, это безумие, насилие, началось очень просто. С унижения человеческого достоинства. Мы заканчиваем выставку «Возвращение в космос». Вот несколько слов, которые я хотела бы сказать. Спасибо, что вы пришли. Сегодня мы открываем неделю памяти в эти тяжелые, мрачные дни для всего мира, не только для нас. Для всего мира. Потому что сейчас и смерть стала почти тренечкой, миллионы умирают, и насилие, к сожалению, стало до них. Поэтому наша выставка, она светлая. Да, она про ужасы, но в ней много светлых. Спасибо. Спасибо большое. Добрый день, уважаемые друзья, уважаемые руководители российского корпуса России, Израиля и Киева. И вы, если будет не больше, уважаемые коллеги, уважаемые участники нашей церемонии, по открытию уже седьмой ежегодной недели памяти. Впервые, возможно, мы проводим это мероприятие условно, когда журналистам несколько больше, чем почетных гостей, а мы пригласили наших самых близких друзей, коллег, партнеров, с которыми вместе мы сохраняем память о колокольстве. Российский юридический конгресс при поддержке правительства Москвы, Генерального агентства по делам национальности, партнерство с научно-просветительным центром «Колокост» проводит недели памяти для того, чтобы накануне 27 января Международного дня «Колокольства», дате, когда Красная Армия освободила нацистский Владимир Павлович, напомнить миру и о колокольстве на территории Советского Союза, о жертвах, которые были понесены в результате нацистской идеологии, но также о тех, кто спасал людей, кто освобождал нацистский владелир Айгента. И мне особенно приятно передать сегодня поздравление участникам нашего вечера, вечера нашей церемонии открытия от 97-летнего Ивана Степановича Мартыжушкина, живущего в Москве, одного из немногих сегодня живущих людей, который освобождал владельцы смерти Арушевиц. Позвольте предоставить слово президенту фонда «Колокост», председателю Центра «Колокост» писателю Али Эфимовне Гербер. Именно ей принадлежала идея и концепция сделать новый вариант выставки, который мы сегодня презентуем. Малый фонда, пожалуйста, спасибо. Дорогие друзья, день и праздничный для нас, и достаточно грустный. Грустный вообще сегодня, грустный по многим причинам, которые происходят и в мире, и в нашей стране. Все-таки это важное очень событие, потому что мы открываем идею памяти. А что может быть благороднее и важнее в нашей жизни, чем помнить? Забвение приводит к насилию, приводит к злости, приводит к нервности, поэтому мы будем помнить. Это уникально. Во многих отношениях очень вас прошу, и внимательно посмотреть. Прежде всего потому, что уникальна уникальна уничтожительница всего мира, из частных коллекций, из музеев, из архивов. Она уникальна в своей концепции, потому что три миллиона – это три миллиона. Мы же старались показать и трагедию, и освобождение, и ужас, и счастье показать через человека, через судьбу одного человека. И второе, вторая и очень важная особенность этой выставки – мы хотели вместе с вами посмотреть, с чего начинается мерзость, с чего начинается зло, с чего начинается индустрия нервности. Она начинается очень просто – с унижения человеческого достоинства. Еще ничего не случилось, еще только унижаем человеческое достоинство. Сначала их решили прав, элементарных человеческих, гражданских прав, что мы знаем, к сожалению, но это сегодня, а закончили тем, что у них отняли их право на жизнь, наше высококоложие. С чего все началось, но у них есть свой финал. Мы этой выставкой, мы вернули многим друзьям, мы вернули эти несчастные, эти трех миллионов вернулим достоинствам. Мы строим памятничного реала на местах маслых расстрелов. Мы идем аршем живых в память о них, это память о тех, кого больше нет. Мы молимся смиренно, молимся смиренно в память о них. Вспомнись же к себе. Спасибо. Дорогие друзья, идея в неделю памяти, как и проекта, вернули достоинства, наша выставка, это один из результатов проекта, вернули достоинства, это дожит российскому юридическому конгрессу. Я предоставляю слово исполнительному директору благотворительного фонда российский юридический конгресс о нюбленте из Баксвилиции. Пожалуйста. Дорогие друзья, не снимайте. Дорогие друзья, я вас всех и нас поздравляю с тем, что мы держим наше слово, держим наши традиции. Это седьмая неделя памяти жертв Калакоста, которую мы проводим при полномасштабной поддержке правительства Москвы. Также нас поддерживает Федеральное агентство по делам национальности и множество других государственных институтов, множество других общественных организаций. Мы очень счастливы тем, что мы, начав эту инициативу, теперь являемся не единственными ее хозяевами. В этом году неделя памяти жертв Калакоста пройдет в 71 регионе нашей страны. И это говорит о том, что для людей эти события, которые случились так давно, имеют значение, она откликает в своих сердцах. А это значит, что все, что мы делаем, правильно. Это значит, что мы говорим с людьми на том языке, который они понимают, на том, которым они переживают, на том, на котором они понимают важность сохранения и памяти. История идет в нем поспирали, мы все это видим. Поэтому для нас так важно сохранять память об этих событиях, сохранять память обо всем участниках. И о женских холокостах, и о тех, кто их спасал, о праведниках народов мира, о врачах, о бойцах, обо всем, что происходило с ними потом. И спасибо вам огромное, что вы уделяете этому внимание, что вы участвуете, что вы пришли на это открытие. Это очень и очень важно. И поскольку я говорю об открытии, я хотела бы сразу сказать о нескольких ключевых событиях, которые в этом году состоятся в рамках недели памяти жертвых холокостов. В первую очередь, это, конечно, наш традиционный мемориальный вечер, на котором мы вручаем особые знаки признательности людям, которые внесли вклад в сохранение памяти о жертвых холокостах, как называется вечер, «Хранитель памяти». Он состоится 27 января в Диатрике Ильфон-Опере. Я вас всех туда приглашаю. Также в рамках этого вечера будет показан рефим Верди, который поставлен в этом году некоторые партии споют суперзвезды, оперы. 27 января мы откроем выставку в Совете Федерации, посвященную женщинам во время Холокоста. Это проект, который мы сделаем совместно с нашим дорогим посольством Израиля в России. И эта выставка подготовлена Центром Дня Тихопашем. Также сегодня вечером будет показан спектакль «Черная книга» «Эстер», который поставил замечательное Женя Веркович. И спектакль будет показан в Центре Мирбольда. Также множество онлайн мероприятий, образовательных мероприятий, конференций, в которых работают наши дорогие партнеры Центра Холокоста для учителей, для студентов по всей стране и для московских и везде. Поэтому благодарность. Спасибо вам большое. И пусть эта неделя в памяти Женкова Холокоста и 2-я неделя пройдет успешно. Ее увидят и узнают о ней еще большее количество людей. Это очень важно. Спасибо. Уже не раз звучало, что неделя памяти и наши мероприятия стали возможны благодаря поддержке правительства Москвы. Еще в 1995 году, когда впервые в России состоялся вечер, посвященный освобождению Аушвеца, московское правительство оказывало поддержку проведению этого мероприятия. Все недели памяти проходят при непосредственном участии департамента по национальной политике международным и межрегиональным связям правительства Москвы. Я являюсь членом Совета при мэре Москвы по межнациональным отношениям и знаю, тонко и четко проводится работа по укреплению межнациональной толерантности. На нашей выставке вы увидите биографии людей разных национальностей, которые как спасали евреев на оккупированной территории, так и освобождались из нацистских лагерей своих. Я хочу предоставить слово в эти департаменты нашему большому другу Итаю Альвановичу Сочкову. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Да, действительно, мы уже седьмой раз начинаем неделю памяти, посвященную этому страшному событию. Благодаря активности Российско-юбийского конгресса, фонда Холокост, федеральное агентство национальности в этом году и мемориальные, и культурные образовательные мероприятия проходят в различных регионах нашей страны. Особое слово благодарности фонду Холокост, который уже на протяжении трех десятилетий собирает уникальные документы, письма, рисунки, другие документы, которые организаторы и показывают нам на этой выставке. На выставке не только мы узнаем о жертвах, но и спасителях, о тех, кто, даже находясь в очень трудных условиях дом с лагерей, пытался поднять дух людей, организовывал литературные вечера, различные кружки, и это тоже отдельно раздел посвящен нашим докторам, врачам, которые выраживали узников, а в свое время они также лечили блокадников нашего Ленинграда. И символично, что 27 января это день окончания блокады Ленинграда и день памяти жертв Колокоса. В этом году мы будем отмечать 80-летие начала года отмечения под москвой и что удивительно 30 декабря 41-го года Красной Армии было освобождено первое ливийское гетто это в Калужской области и мы рассчитываем что уже в следующем году на выставке вот этому эпизоду к этому событию будут посвящены тоже какие-то документы на наших святых. Я выявил что выставка действительно очень интересна и что ее посетят несмотря на нашу эпидемию много москвичей и конечно же прежде всего наша молодежь но и рассчитываю что выставка пройдет не только в стенах данного театра может быть нам подуматься о том как образовать показ ее в стенах наших учебных заведений машина и на дебюс европы которое было освобождено на нашей выставке представлены здесь не только документы о жизни гет а сочинения школьников это был единственный случай когда в освобождении в 42 году 25 маленьких грузинков деток написали сочинения «Что было с ними?». Эти уникальные документы тоже представлены на нашей выставке. И обращать внимание именно на судьбы детей для нас было очень важно, когда мы начали сотрудничество с всемирно известным музеем «Ятваше». Сотрудничество с этим мемориальным комплексом, обучение более 600 педагогов России на специализированных курсах обмен выставками, обмен идеями – для нас это очень важно. И поэтому участие в нашей речи чрезвычайного научного посла Государства Израиля господина Пенсии – чрезвычайно важно. Господин посол, прошу вас к микрофону. Здравствуйте. Вы знаете, мы говорим честно, не перед вами. И часто нас спрашивают, а почему? Что мы должны помнить? Почему мы должны помнить? Я часто отвечаю, что мы помним по разной причине. Во-первых, дать честь тем, кто погибли – главное. А самое главное – не только дать честь, а когда мы о них помним, они как-то возвращаются в жизнь. Я прошел в выставке, посмотрел фотографии людей, которые погибли во время холопольства. Когда мы их видим, они в какой-то мере вернулись к нам. И это очень важно. Это, я бы сказал, такое, моя первая впечатление, выставка. Вы знаете, и уничтожение, и борьба, и спасение. Можно сказать, что, во-первых, уничтожение, действительно, погибло почти 3 миллиона евреев на территории Советского Союза, а об этих людях знаю чуть-чуть меньше. Потому что не было таких символических мест, как лагеря смерти Аушенца, или Треблинка, или Мальдановца, или Бор и так далее, или Дахау, и другие люди. А именно этих каталанных смерти, ну, все еще, может, помнить, многие другие места не помнят, эта выставка как раз, это напоминает. Если мы говорим о сопротивлении, то я всегда, вы меня извините, я всегда почему-то привожу примеры со своей собственной семьей. Как-то моя семья участвовала и там, и там, и там. И, к сожалению, уничтожение. Моя тетя, моя творожная сестра погибли в лагере, в Танцместрии. Если мы говорим о сопротивлении, мой отец собирался, когда в Советской армии, 716-й стрельковый полк, полтяжелого, раненого подселья Града. Он пережил, если мы говорим о спасении, то моя мама, ее семья, ему удалось уезжать на восток, жить где-то по Цараповым, спастись, и вернуться потом и встретиться с моим отцом, жить где-то, и нашим супругом, и мою семью, формировая. Но мы, когда мы говорим о спасении, это, конечно, спасение, освобождение людей, это, конечно, партизаны, присады, это, конечно, парашютисты израильские, которые были набрады здесь британской армией, и другие герои. И поэтому часть всего этого для нас, это часть нашей грейской истории. И это, кстати, часть нашей грейской истории. Я бы хотел поблагодарить, во-первых, за РЭК-организацию, конечно, РЭК, за то, что они это сделали, и всем тем архивам, которые предоставили материал, и, конечно, вам всем за то, что пришли и могли посмотреть эту выставку, как я уже сказал, что я надеюсь, что ученики и учителя придут, посмотрят, научатся, где-то очень важны. Даже, несмотря на такие тяжелые люди, у нас какая-то проблема. Так что я еще раз хотел бы поблагодарить вам всем. Спасибо. Как уже сегодня говорилось, наша выставка, она будет экспонироваться не только в Москве. В Макимедийной парке «Россия. Моя история» уже с 12 регионов России предложили нам представить электронный вариант этой выставки. еврейские общины, музеи, музеи, связанные с историей Беликой Отечественной войны, уже действительно хотят видеть эту выставку. И особенности, и очень важные, потому что впервые на наших выставках упор Холокоста сделан на территорию России в ее современной границе. Уверен, что такой отклик регионов, нам пишут, звонят, заместители губернаторов, мэры, городов, во многом связаны с тем, что уже второй год «Неделя памяти» идет при поддержке Федерального агентства по делам национальности. Его руководители, губернаторы, сотрудники Федерального агентства оказывают нам огромную практическую помощь. И сегодня с 12-й сутцем, заместитель, руководитель Федерального агентства по делам национальности, Станислава Беткина, которому я предоставляю слово. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые дамы и господа, уважаемые друзья. От лица Федерального агентства по делам национальности я хотел бы поблагодарить всех организаторов этой выставки. Эта выставка предостережения, напоминания о том, каким кровавым, к каким суровым последствиям может привести неонацистская и неонацистская идеология. Проделана действительно просто огромная потрясающая работа. Большое количество архивов в музеях сегодня уже сказали о том, что эта выставка несет в себе память, но на наш взгляд она несет в себе еще и важное практическое значение. Она говорит будущему, поколениям о том, что киноцикт в будущем невозможен. И еще один момент, это выставка должна вас пить в нашей молодежи. То есть те, кто его увидит, уважение, традиции наших народов, которые проживают в нашей большой многонациональной стране. Федеральное агентство по делам национальности и в дальнейших лет поддерживают такие мероприятия. Спасибо. Спасибо большое. Для нас очень большая честь, что неделю памяти и презентацию нашей выставки мы проводим в стенах одного из самых знаменитых московских театров российского академического молодежного театра. Руководитель этого театра Алексей Владимирович Баратин с первой минуты, как только мы обратились с идеей, секунды, точнее, это эфир, мы обратились с предложением показать, еще неизвестно было, откроется ли Москва, можно ли собрать музей. Алексей Владимирович сказал, нет, обязательно выставка должна быть здесь. Именно в этом театре еще в 90-е годы прошли первые спектакли по проблематике колоннерства. И наш посыл, что выставка адресована молодежью, а уже десятки школ России тоже заказали у нас электронные выставки при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации 27 января уже в очередной раз включено в календаре образовательных мероприятий. Во всех школах России такие мероприятия в любимом мире пройдут и на многих будет использован электронный вариант нашей выставки. И мы очень надеемся при работе над этой выставкой родилась такая идея, что, может быть, отдельные документы могут быть озвучены голосами каких-то известных артистов. И я знаю, что артисты по театру принимали участие очень многих ярких художественных фильмов, связанных, посвященных теме Голокосте. И, может быть, вот следующий этап нашего сотрудничества, что голоса тех документов, которые мы представляем, они зазвучат с помощью профессиональных актеров. Семенович, я хотел бы, чтобы вы сказали на сайте. Здравствуйте. Мне хотелось бы сказать, что для нас большая честь для нашего театра то, что это выставка потрясающая выставка, которые проходят в наших стенах. Вы знаете, эта тема, это страшное преступление, которое было совершено, оно должно скучать всегда. И то, что это происходит в нашем театре, мне кажется, это все равно важно, потому что театр обращен в долг по поколению. Вы знаете, не надо не разговаривать глаза на то, что современная молодежь знает этого не так много. Наш театр делает спектакли, у нас идет неранно спектакль, у нас совсем недавно подошел спектакль «Ничья, лица надоления», про литовское гетто, которое произвело очень большое впечатление, «Птич Лучшо», «Минникан Франк». Понимаете, эта тема, как бы, так сказать, она, так сказать, спознание нашего театра, понимаете, потому что, мне кажется, все, весь, все наши чувства, все наши, вся наша честность, вся наша миссия направлена вот этому новому поколению, которое должно знать. Мы говорим о том, что это не надо повториться, но мы знаем, что это повторяется. И это повториться мы можем. И дай Бог, если это новое поколение не будет об этом знать, если мы не будем бить этот колокол всегда. Спасибо вам большое, что мы можем видеть вас всех здесь, и на самом деле смысл какой-то нашего существования обитает совершенно много чего. Спасибо. Спасибо. Дорогие друзья, в нашей стране немало историков-публицистов, которые сделали проблематику Холокост и истории еврейского сопротивления достояния миллионов зрителей, читателей, радиослушателей. Я хочу предоставить слово Николаю Карловичу Саванидзе, профессору Российского государственного университета, добротного университета, который немало сделан для того, чтобы подвиг Александра Печерского был известен как в нашей стране, как далеко за его пределы. Спасибо, дорогие друзья, коллеги. Я хочу сказать две вещи. Во-первых, еще в кубку присоединиться в кубку благодарности в адрес вредизаторов и людей, которые создали эту выставку, всех хозяев и вызов. Спасибо вам огромное. Во-вторых, мне кажется, кажется, это право правосудительство посол Израиля, как говорится, это чащество еврейского народа, но это не только чащество еврейского народа, а чуть всемирных свои. Это, на мой кран, это очень важно. Это холокос, это память, которая не разъединяет и не изолирует, она объединяет. И в этом случае все равно будет в том, как объединяющая память, она будет только вовременной и позитивной. Спасибо вам. В центре фонда холокос, который готовил эту выставку, память не будет прежде. И выставка эта была подготовлена коллективом нашего центра, инициатором проекта, именно для того, чтобы представить выставку, через судьбу людей была Алла Ефремовна Герблев. В подготовке выставки принимали участие наши замечательные автористы Леонид Терушкин и Роман Жигун, сотрудники центра Марии Юлева и Светланы Тиханкина. Мы действительно выверяли факты, находили документы, старались давать аннотации, так, чтобы ярким, понятным языком рассказать вам о том, что волновало нас при подготовке этой выставки. И я думаю, что очень важно, что экспорцию про выставки проведет самый юный сотрудник нашего центра, аспирант института всеобщей истории, Роман Михаил Жигун, который готовил эту выставку, который расскажет вам очень коротко, к сожалению, время не позволяет говорить подробно о наиболее ярком документах, представленных в этой экспозиции. Документы, которые мы получили из 10 государств. Вот здесь на заглавном стене говорится о 26 архивах, музеях, общественных организациях, но когда мы готовили электронную начинку нашей выставки, это его особенность, еще более 10 различных архивов и фонда, очень важно для нас, господин посол Литвы, что это и документы из Литвы, это документы из израильских музеев, это документы из польских музеев. Сотрудничество, подписанное на недавно соглашение с Государственным музеем Аушниц Баркинау, открывает новые перспективы для освещения темы участия врачей двух стран, не только Советского Союза, но и Польши, спасение семи тысячузников, как сегодня говорилось. Условия пандемии, сегодня мы очень часто вспоминаем подвиг медиков, очень часто Аушниц это был символом ангел зла доктор Менгри. Мы показали советских врачей, которые стали ангелами жизни. Все гости нашей выставки мы также просим взять буклеты, они просто час назад прибыли в Москву, которые еще более полно раскрывают историю той темы, которая посвящена выставке. Я благодарю всех организаций, некоторые пожелали остаться неизвестными, они не представлены на наших стенах, организацией, людей, наших партнеров, друзей, благодаря которым эта выставка состоялась. Я уверен, что ей предстоит долго интересная жизнь. Прошу вас подойти в центр зала и приселиться в гости. Колокост начался тогда, когда началась политика расчеловечивания евреев. И когда эта политика приобрела свои институциональные горды. Вот вы видите пример нацистской, антисемитской пропаганды, мы пишем о нюнгерских разовых законах, которые «узаконили», в кавычках, преследование евреев. Сначала евреев лишали гражданцев и политических прав, потом, шаг за шагом, это дойдет и до массового уничтожения. Задачей нашей выставки было показать не только массовость событий, но и судьбу отдельного человека. И здесь, на первом стенде, перед нами возникает судьба всемирно известной еврейской девочке Анны Франк. Начиная свой рассказ до 1941 года, мы демонстрируем тот единственный регион Российской Федерации из 26, где Холокост начался еще до Великой Отечественной. Это Калининградская область. Тогда, в 30-е годы, это был Кёнигсберг. И здесь, в 1938 году, во время огромного покрома по всей территории Третьего Рейха, во время Хрустальной ночи 9-10 ноября 1938 года, была разгромлена местная синагога. И запомните этот образ разгромленной синагоги, потому что он возникнет снова в самом конце, когда уже буквально совсем недавно, в 2018 году, она была восстановлена уже в городе Калининграде. В 1941 году Холокост переходит за свою принципиально новую стадию. 22 июня 1941 года начинается не только Великое Отечественное, но начинается переход от преследования, от спорадических убийств к массовому тотальному уничтожению, которое начинается впервые именно на советской территории, раньше, чем на территории какой-либо другой страны. Почти половина жертв было Косна.